Уважаемые коллеги, добрый день. В первую очередь я хочу сказать большое спасибо вам всем за то, что вы здесь и сейчас, несмотря на то, что это последняя сессия последнего дня. Спасибо. Начну я с совершенно простой фразы, которую сказал еще Николай Маккиавелли. О чем бы мы ни говорили, мы говорим о деньгах. В первую очередь надо понимать следующее, что мы не новаторы на рынке клинических исследований. Мы не делаем ничего нового. Поэтому прежде всего я бы хотел поделиться с вами обзором того, как это делают в мире. Как вы видите на этом слайде, есть крупные СРО и крупные фармацевтические компании, которые в свою очередь имеют свои локальные центры, в которых проводится достаточно много исследований. В первую очередь это исследования первых фаз, исследований биоэквивалентности и исследований с достаточно сложным для рутинных обычных центров и простых процедур, медицинских обычных центров, каких-либо там ПИКИ, либо ПИДИ, каких-то аналитических методик новых. В данном случае в России, глядя на все это, на мой взгляд, развивается удивительная модель, в котором проведение клинических исследований соседствует как, собственно, с привлечением здоровых добровольцев, так и пациентов. На самом деле в мире достаточно четкий есть фокус на том, что если центр специализируется, например, возьмем тоже Индию, либо Мексику, специализируется на исследованиях с участием здоровых добровольцев, практически никогда он не занимается исследованиями с участием пациентов. И наоборот. Вот в России есть такая вот совершенно уникальная модель, в общем-то, не единожды встречался с зарубежными коллегами, и они все подтверждают, что действительно обычно в мире такая модель не встречается. Поэтому с точки зрения, соответственно, подхода к качеству проведения исследований, безусловно, надо понимать следующее, я просто относительно вот этого слайда и качества, что требуется очень большое вложение денежных средств в те или иные методики построения системы качества и контроля системы качества до того, как даже спонсор, ну даже на этапе, на самом деле, при аудитах, как вы все знаете, потому что вот момент от того, как приехал спонсор, посмотрел, либо СИАРО, да, который представляет спонсора, и посмотрели центр, и дали какие-то замечания, которые затем вы устранили, и затем они вас, в принципе, включили в список центров, и данное исследование открылось, проходит достаточно длинное время. И все это время ты должен поддерживать, собственно, за деньги, которые тебе, соответственно, опять же, выделяют там те же учредители, либо фонды, всю систему качества в целости и сохранности. Если можно, я перейду дальше. К этому слайду я сделаю такое пояснение, что в данном случае для того, чтобы сократить этот срок, вот сейчас центры занимаются тем, что сначала проводят исследования, клинические исследования с участием добровольцев, ну, это исследования биоэквивалентности, и затем потихонечку начинают участие в исследованиях с участием пациентов. Таким образом, они снижают нагрузки на бюджет центра. Как неоднократно говорилось, я, в общем-то, не буду останавливаться на этом слайде. Количество клинических исследований, если смотреть на данные слайды, на более ранние выступления, по сути, неустанно растет, что не может не радовать и создает, на самом деле, для нас рынок для возможности возникновения тех или иных частных форм по оказанию подобного рода услуг. Ну, собственно, 61-й закон и позволил сформировать к 2012 году, когда немножко перестроилась и фармацевтическая, соответственно, локальная отрасль, и международные, скажем, компании стали более пристально смотреть на наш рынок для того, чтобы сюда отдавать клинические исследования, так как появилось локальное законодательство, которое, на самом деле, отвечает международным стандартам. Несмотря на то, что говорят, что есть какие-то нюансы в этом законе, что-то не дописано, но в целом это хороший закон, который определил и зарегулировал рынок. Это и дало возможность, собственно, смотреть на наш рынок, скажем так, без страха во многом. Ну, говорилось уже, что коммерческие медицинские организации в РФ это исчезающий маленький пока процент, но действительно он растет, и я думаю, что на самом деле мы в 2017, 2018, 2019 году уже по итогам этих лет увидим совершенно другую статистику. Я думаю, что количество частных организаций будет неуклонно расти, и, собственно, частные организации, в отличие от государственных, они стараются подстраиваться под рынок, им это удается просто быстрее, потому что они могут себе это позволить, они гибче и быстрее реагируют на те или иные условия, которые спонсоры, либо СРО, собственно, выдвигают в качестве условий для того, чтобы одобрить этот центр, либо отдать исследование именно в данный центр. На самом деле, не так много, собственно, пунктов, которые надо удовлетворять с одной стороны, то есть это у нас команда главных исследователей, исследователей, координаторы, вводчики данных, как говорили. И, соответственно, по процессам должны быть определенные процессы и определенные продукты интеллектуальной деятельности, такие, как, например, внедренные стандартные операционные процедуры, шаблоны договоров, службы обеспечения качества обязательно, и подписанные договоры с вендорами, потому что уже, скажем, не одна компания просит, соответственно, результаты проведения аудитов вендоров медицинских центров, которые, на самом деле, безусловно, нужны, и не всегда все услуги, которые нужно проводить в рамках клинического исследования в одном центре, обязательно иметь именно в структуре данного центра. Кроме того, если говорить о качестве, я бы остановился подробно на том, что на самом деле качество требуется сфокусировать на так называемых объективных методах обследования. То есть, на самом деле, субъективная вся часть исследования, она, по сути, скрыта вокруг взаимодействия пациента и исследовательского коллектива. Все это отражаться должно, безусловно, в первичной документации. Второй кит, который есть, это объективные виды обследования, которые, безусловно, заносятся в первичную документацию, но являются тем самым главным критерием, по которому, собственно, и оцениваются результаты. И когда приезжает аудит, в первую очередь, и самым главным для него всегда, безусловно, являются именно объективные методы обследования. Поэтому третий кит, на самом деле, который есть, это работа центра с CRO либо с фармой. Не секрет, но, скажем так, может быть, это именно мой опыт, что с течением времени CRO как основное лицо, который является основным лицом, который работает с центром, компетенция его не то что падает, но в целом, на самом деле, достаточно часто бывает так, что с течением исследования, а исследования на пациентах, они достаточно длительные, от полутора лет или два года, это бывает совершенно спокойно и больше, мониторы просто меняются. И потом, соответственно, не найти концов, почему мы делали в центрах так или этак, потому что, на самом деле, нигде это, скажем так, не документируется. Я призываю со своей стороны просто всю деятельность, которая есть между CRO и центром, обязательно протоколировать в виде хотя бы электронных писем. Тогда, на самом деле, снимается очень много вопросов. Преимущества и недостатки. В принципе, на самом деле, я думаю, что вот эти следующие два слайда, они на самом деле лично я делал только для того, чтобы доклад соответствовал теме. Потому что, на мой взгляд, как и во всем мире, в общем-то, мы смотрим, сложность клинических исследований растет, зарегулированность растет. К чему приводят это вообще в тренде мировых, там, мировые тренды? Оно приводит к тому, что, на самом деле, суть всего в коллаборации. То есть есть сильные стороны у государственных учреждений, есть сильные стороны у частных организаций. И нет никаких, я считаю, проблем либо препон для того, чтобы все недостатки превращать в достоинства, недуги обратившись в подвиг. Вот если подходить к этому вопросу именно с этой точки зрения, на мой взгляд, в том числе и для России в целом, это даст, безусловно, очень высокий рейтинг доверия с течением времени. Потому что, ну вот, в целом, статистику, например, которую я бы хотел видеть, вот, например, от СРО, от спонсоров, и, например, если это будет согласованное коллегиальное решение, не только там со стороны частного там сектора, но и со стороны, безусловно, государственного, это количество пациентов, вот мне, например, очень интересно, из клинических исследований, которые проводятся в различных центрах, в общем, просить, сколько из них, вот каждое исследование посмотреть, вот сколько из них попадается в статистический отчет, а сколько из них отсеивается. Потому что, на самом деле, фармацевтическая ведь компания, у них есть стоимость пациента, и если эта стоимость, если они потратили, там, x рублей на этого пациента, но данный пациент не вошел в статистику, это и есть, вот, критерий, на самом деле, неуспеха. Ну, вот так, если по-большому, укрупненно говорить. В целом, на самом деле, все очень просто. В чем преимущество государственного сектора? В том, что есть высокий индекс доверия, большие потоки пациентов, это для меня говорилось, ну, вот, и возможность привлекать и быстро набирать достаточно узкие нозологи, потому что у них есть те или иные, там, регистры пациентов или те или иные, там, базы данных. У коммерческих организаций это быстрое расширение, соответственно, исследовательских команд, это возможность ввести те или иные процессы согласно всем, именно, не законодательным и локальным нормам, а это согласно регламенту отрасли в целом, с оглядкой, безусловно, на все локальное законодательство. Но в целом, я повторюсь, на мой взгляд, вот последний слайд, на мой взгляд, сила в коллаборации. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, есть вопросы к докладчику? Иван Суранович. У меня есть. Я просто вот по ходу доклада. Скажите, вы сказали, что у вас существует список вендоров. Скажите, есть ли у вас процедура вендор-селекшн? Конечно. Все. Это, безусловно, одобряется. Каков коечный фонд для исследований ранних фаз? Для исследований ранних фаз? Биоквали. Вы сказали, что у вас есть. До 60 коек. До 60. Ага. И вот пока вы выступали, я зашел на ваш сайт, посмотрел. У вас там масса объявлений для потенциальных субъектов исследования. Скажите, вот эти рекламные объявления, вы их одобряете в локальном комитете? Да. Ага. Если они содержат информацию, безусловно, которая доносится до пациента, она обязана быть одобрена. Спасибо. Спасибо. Еще есть какие-то вопросы? Хорошо. Тогда спасибо большое. А, есть? Микрофончик дайте, пожалуйста. Иван Александрович, я просто какое-то время назад имел опыт работы в клинических исследованиях частной организации. Вот, слава богу, прецедента не было. Но я всегда с содроганием думал о том, что мы будем делать, если у пациента случатся осложнения, которые потребуют госпитализации в стационар. Там ни ОМС, ничего нет. То есть, все лечение в частном центре проводится по хозрасчету. Как вы в таких ситуациях работаете? То есть, покрывается ли лечение осложнений, допустим, стационарное, грантом, получаемого в вашей организации от спонсора, или как-то по-другому? Спасибо за вопрос. Есть два пути решения данного вопроса. Значит, во-первых, если пациенту требуется любая помощь, она оказывается в рамках стационара обязательно, если это неотложная, либо какие-то еще экстренные виды помощи. Если требуются виды помощи экстренно-плановые, которые не могут быть оказаны в стационаре, то они оказываются, соответственно, в тех учреждениях, с которыми у нас заключен контракт. На то, что мы можем этих пациентов передавать. Заранее, соответственно, начмеды согласовывают данную позицию данного пациента, и, ну, как стандартный перевод идет как бы пациента из одного стационара в другое. Я не знаю, я ответил на вопрос. То, что про то лечение, которое пациент получит у вас, оно выходит за рамки стандарта процедур визитов? Безусловно, это не, это оказывается, это входит в тот рисковый случай, который, ну, может наступить, безусловно, в результате любого исследования. То есть, никому, данная ситуация, она обсуждается с каждым спонсором индивидуально, и если в договоре прописано, что спонсор готов это покрыть, значит, соответственно, там, ну, соответственно, выставляется. Если не написано, значит, это те риски, которые на себя взял центр.